Я совсем перестала покупать кетчуп в магазине, меня пугает его состав, а во вкусе часто чувствуется излишки уксуса, но от этого соуса я не отказалась, а просто перешла на домашний рецепт, знакомьтесь. Не сказала бы, что вкус получился острым, а скорее насыщенным, это все благодаря яркому набору приправ и специй, их же регулируйте по своему вкусу, но в данных пропорциях получается очень хорошо, поэтому я советую вам изучить, как приготовить домашний кетчуп с горчицей, он подойдет для картофеля фри, чипсов, наггетсов и начис. Досмотри Шинвида и я предложу записать список ингредиентов. Промытые помидоры нарежьте крупными дольками, чеснок почистите и раздавите ножом. В это же время доведите до кипения смесь из уксуса, корицы, сахара и кориандра, варите ее 2 минуты. Затем в кастрюлю добавьте помидоры, соус, томатную пасту, соль, лавровый лист и чеснок. Также всыпьте горчицу, тушите соус на среднем огне 30 минут, иногда помешивая. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. После этого уберите будущий кетчуп с огня, удалите из него чеснок и лавровый лист, немного остудите смесь, а потом пробейте ее блендером. Далее верните массу на огонь, просейте к ней крахмал, проварите ее 10-15 минут на медленном огне, помешивая. Готовый кетчуп протрите через мелкий дуршлаг и остудите, все готово. Приятной дегустации! Ставим лайк и подписываемся! Теперь о составе нашего блюда. Помидор 1 кг, винный уксус 150 мл, лавровый лист 1 штука, сахар коричневый 50 г, корица 0,25 ч.л, кориандр 0,25 ч.л, вустерширский соус 1 ч.л, соль 3-4 ч.л, горчица сухая 1 ч.л, крахмал 1 ч.л, томатная паста 1,5 ст.л, чеснок 1 зубчик. Количество порций 10-14. Комментируйте, подписывайтесь, лайкайте, подписка, гарантия того, что не пропустите свежие вкусняшки. Заходите на канал снова, котятки!